Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость на канале. Ну вот, представляйтесь, раз гость, так и представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Алексей, с города Воронеж. Ну, так вы конспективно, а если так подробнее, там, возраст, образование, чем занимаетесь, вот так, грубо говоря, откуда вы взялись? Вот так. Мой возраст 24 года, образование у меня незаконченное, высшее сейчас в процессе. Также я получил среднеспециальное образование в колледже, работаю сейчас на должности, на позиции QA-инженера. Ну, это вот если вкратце. А если уточнить, вот, значит, ваше образование среднеспециальное и то, которое вы получаете высшее, это что такое? Среднеспециальное – это техническое образование, то есть, если вкратце описать профессию, то я должен был стать системным администратором. Это среднеспециальное, так, а высшее какое? Высшее – это физико-математический факультет, прикладная информатика, то есть, тоже в сторону IT. То есть, вы не то, чтобы там из бухгалтерии в тестировщике? Нет-нет, я из IT в тестировщике, только сфера немного другая. Работал в технической поддержке до этого. То есть, вы, как бы, работаете и учитесь? Да, да. То есть, я сейчас совмещаю, чтобы получить именно уже высшее образование, именно уже диплом. Работу, ну, вот удалось даже на ту профессию, которая загорелся, благодаря вам. То есть, вы смотрели наши видео и увидели, что есть профессия тестировщика, а раньше вы не знали или на себя не примеряли? Ну, не совсем так. Так, я стал задумываться насчет дальнейшего пути карьерного развития. И друзья у меня тоже есть в сфере IT. Один из них работает как раз разработчиком. И он как-то рассказал про такое направление, как тестирование. Я заинтересовался, стал искать различные форумы, различную информацию. Это, конечно же, было, но как-то все разбросано. И потом, ну, каким-то, наверное, чудом даже попал, удалось, ну, не то, чтобы удалось, как-то попал просто на ваш канал. Там увидел ваши видео за 2011 год, если не ошибаюсь. Вы там проводили курс. Да, там на русском языке там было такое. Да, на русском языке. Я подумал, что как здорово, основы фундаментальные должны остаться, то есть, по идее, должен был быть актуален сейчас. Параллельно стал просматривать какие-то ваши другие видео на ваших блогах. И тут я увидел, что вы стали набирать людей на новый курс обучения. Я прямо очень обрадовался. Так это было вот весной в этой? Да, да, да. А так как давно вы стали тестером? Ну, буквально прошел испытательный срок и вот месяц или даже два, наверное, после испытательного срока. Я понял. То есть, вы сначала нашли старый курс, потом вы увидели, что есть новый, потом вы как бы посетили новый, там, попроходили. Да, да, точно так. Так, а вот с точки зрения резюме, с точки зрения поиска, вот откуда ваше резюме взялось, что вы там написали? Ну, резюме я начал смотреть видео, но у вас просто ориентировано именно на американский рынок. Я все-таки в России и пока, ну, конечно, мысли были, но не планировал насчет зарубежных каких-то моментов, потому что и язык нужен, и много факторов. Поэтому, ну, отчасти опираясь на них, составил свое, ну, тут есть в России довольно популярный портал поиска работы, который сейчас, наверное, один из самых основных. Ну, там постарался описать так, как смог. То есть, вы написали, вы сделали резюме. Я просто вот, что хочу понять, какой момент. Вот вы работаете в поддержке, да, работали на тот момент. И вы пишете, работаю в поддержке, там, какими-то вопросами занимаюсь, там, вот так далее. Но вот все-таки вы же подаете на тестирование. Что в вашем резюме вы попытались поставить туда, чтобы привлечь людей к себе как к тестировщику? Или вы, может быть, другая концепция. Вы говорите, я вот занимаюсь этим, но хотел бы вот уйти, перейти, развиваться, там, и так далее. Так тоже можно. То есть, опыты нет, ну, вот там. То есть, как вы пытались заинтересовать работодателя? Я понял. Я на момент составления резюме, я уже, ну, вот, практически, наверное, ваш курс близился к концу. Да. И я указал все то, что я смог выучить, указав то, что у меня отсутствует практический опыт. Указав опыт свой в сфере IT, который я уже имею, на тот момент это было уже порядка трех лет, наверное. Да. То есть, ну, вроде бы немало, но уже и не с пустого места. Да, конечно, конечно. То есть, указал, что есть некий опыт в сфере IT, есть теоретические основы базы. Хорошо. Вы повесили свое резюме вот на этом ресурсе, который вы скрываете. А, нет, не скрывай. Я просто это не скрываю. Ресурс называется HeadHunter. Окей, HH. Точно так, да. Хорошо. HeadHunter.ru. Вы повесили, там сделали профайл, там резюме подвесили. И это все? Или вы рассылались, или вы там через знакомых. Вот в чем состоял процесс поиска работы, вот в вашем городе. У вас большой ведь город. Это не то, что там ни райцентр, ни село, ни какое-то. Нет, город миллионник уже с некоторых пор. Поэтому, да, можно назвать его немаленьким, я думаю. Какая была тактика? Ну, я понимал, что я еще не досмотрел ваш курс, но уже решил попробовать какие-то удочки закинуть. Ну, это очень правильная философия. Так, я поддерживаю. Решил попробовать для начала какие-то компании, которые мне по душе, которые я раньше, может быть, замечал, слышал о них. Опять-таки, из общения с моими друзьями. И, соответственно, стал пробовать рассылать резюме. И очень удивился, когда я стал получать некоторые ответы. Подождите, вот вы как в темную там, Jobs, это название компании, или все-таки вы шли на сайт, смотрели, нет ли позиций, и на конкретную позицию. Как это происходило? Происходило это следующим образом. Я в поиске самого портала HeadHunter вводил позицию, зачастую указывая, что это джуниор, младшую позицию пытался найти. В том числе, так как их было не так много, я пробовал посылать резюме также там, где не указывалось, что конкретно это младшая позиция требуется. И, соответственно, выбирал каким образом. Список вакансий с обозначением, собственно, профессии, и там подписана компания. То есть, я приблизительно знал, что эта компания достойная, хорошая. В том числе, я переходил к ним на сайт, ознакомливался, ну и через портал HeadHunter присылал там постоянно HR-отдел. Все, все, я понял. То есть, вы не заходили, не рассылались с сайта самой компании, потому что вы сказали компании, которые известны на слуху, я думаю, вы просто с их веб-сайтов. А все-таки вы шли на портал, с этого портала, значит, видели, какие компании, и уже оттуда к ним обращались. Я понял. То есть, с одного ресурса было достаточно, чтобы их всех... А не было вот ощущения такого, что вдруг какая-нибудь компания есть, а на HeadHunter ее нет, например? Ну, посещали такие мысли, но на тот момент, как я говорил ранее, я пробовал просто, по крайней мере, закинуть удочки. И попробовать посмотреть то, что я найду. И последующей тактикой было как раз после окончания полностью вашего курса, попробовать более детально искать, в том числе таким методом, который вы обозначили. Попытаться таким путем уже... Да, более выборочно. Хорошо. Итак, вы начали там через HeadHunter куда-то обращаться. И вот с точки зрения результативности, вот допустим, вы обратились в 10 компаний. Вот сколько из них, в принципе, как-то проявились в ответе? Ну, я не так много компаний рассылал, потому что я, наверное, не надеялся, что на человека без опыта будет какой-то спрос, может быть, как-то сомневался. Поэтому, проще, наверное, сказать процентом соотношении, ну, там практически половина ответили все-таки. Вот. Состоялись звонки с отделом кадров. Это то, в том числе, что вы рассказывали при этом на основном курсе, на своем, где общается в первую очередь с отделом кадров и смотрит, насколько вообще человек там адекватный и так далее. Ну, это когда вот постоянные позиции, потому что контрактные там из отдела кадров у нас обходятся. Да, да, это на постоянной позиции. Абсолютно верно. Затем, после общения с отделом кадров, наверное, процентов 30-40 уже было, ну, тестовые задания, скажем так, уже получал, непосредственно связывал отдел кадров, связывал с руководителем отдела тестирования. И руководитель высылал тестовые задания, чтобы понять уровень, после которых обычно следовало само собеседование в офисе компании. Ну, это интересно, потому что у нас тоже дают иногда тестовые задания, но довольно редко. В основном они так звонят, там 20 минут поговорили, если так вроде ничего. У нас, правда, другая проблема, надо поговорить, потому что не все хорошо по-английски говорят. Поэтому он может тестовое задание сделать, например, а дальше моя твоя и как бы непрохождение. Ну, хорошо, ладно, значит, так сколько раз у вас было тестовое задание? Ну, примерно, сейчас я вам скажу, чтобы не соврать. Если учитывать ту компанию, в которую я попал, то, ну, не так много, там порядка трех или четырех. Это неплохо, слушайте, это неплохо, то есть они готовы разговаривать с человеком, который новенький, но интересуется и рвется в бой и так далее. А за какой промежуток времени, находясь на рынке, вы получили вот эти три-четыре тестовых заданий? Именно задания я получил относительно быстро, я думаю, это все было в течение одного месяца даже, наверное, даже так. А вот само принятие решения, это с учетом выполнения тестовых заданий и посещения офисов компании, это, наверное, месяца два точно, но все равно, я считаю, это довольно рекордно быстро. Это все вместе, это от начала до оффера, значит, до предложения работы, значит, два месяца. Хорошо? Да, да. Такой вопрос, вот с точки зрения вопросов, которые задают там HR, которые задают на интервью, это сильно коррегирует с тем, что вот я рассказываю в курсе, или вот какая-то есть специфика там российская, что не то спрашивают, а еще что-то спрашивают, или другое совсем спрашивают? Если отвечать на этот вопрос, тут скорее всего, ну, во всех компаниях порадовал отдел кадров тем, что они не пытаются сами что-то спрашивать, они скорее задают общие вопросы, то есть они понимают, что эта специфика не их, и они передают, ну, может быть, у них так по бизнес-процессам выстроено, конечно, тут я уже не знаю. Они пытаются после того, как общее понимание о претенденте на вакансии получили, они сразу передают информацию руководителю отдела, и дальнейшую связь производит уже он. Там, может быть, как тестовое задание, так и, ну, по-разному бывало. Бывало, что сначала пригласили, поговорил, потом тестовое задание, бывало, что тестовое задание чаще так, а потом уже разговор в офисе. Насколько отличается? Ну, наверное, единожды отличалось прям очень сильно, потому что это была вакансия немножко все-таки другая. Я даже помню, как-то набрался храбрости, спросил вас в прямом эфире про нагрузочное тестирование, вот, и вы рассказывали, ну, немножко рассказали, было приятно получить фидбэк от вас на эту тему, что все-таки это более, может быть, высоко. Это специфическая область, и, конечно, и квалификации требует, и оплачивается хорошо, конечно, и очень дефицитно, то есть найти человека, который грамотно может делать нагрузочное тестирование очень сложно. Вот у нас эти разобраны. Да-да, и вот, собственно, вот там, да, там были вопросы, часть из того, что вы рассказывали, как, в принципе, спрашивали и другие компании, но часть вопросов были именно специфичны по их сфере, в том числе по сетевым каким-то протоколам, ну, видимо, из-за того, что, видимо, образование, там, я вначале рассказывал, есть с сетям немного связан, поэтому были и такие вопросы, и в том числе специфичные. Но в целом, если отбросить именно нагрузочное тестирование, то практически не было таких ситуаций, ну, может быть, были, конечно, такие моменты, когда я не знал, вот, но если прям очень внимательно и серьезно слушать ваш курс, я думаю, что не возникло бы серьезных проблем с ответом на вопросы. Это прям, я очень-очень порадовал, не ожидал такого, если честно. С точки зрения сложности, вот, в техническом плане, вот вы там делали поддержку, да, там, саппорт, сейчас вы делаете тестирование. С точки зрения требований к вашей технической подготовленности, например, тестирование от вас больше требуется или как? Конечно, тестирование требуется больше, хотя, наверное, если бы я продолжал двигаться дальше по карьерной лестнице в поддержке, то там тоже бы больше стали бы спрашивать. Там есть куда расти, конечно. Да-да. Я знал ребят, которые работали в технической поддержке, в компании Borland, где-то она работала. И они, значит, работали в технической поддержке, поддерживая программистов на C, на C++, которые пользовались Borland-овским инструментом. То есть, представьте себе, люди, которым программисты звонят и говорят, вот тут, значит, не получается. Вот, так что это были очень интересные люди. Да, серьезная поддержка. Но на тот момент я до такого уровня еще не вырос. Поэтому, сравнивая, отвечая на ваш вопрос, то, конечно, больше требуется именно сейчас тестирование. Стараюсь, конечно, так сказать, держать марку, продолжать учить, потому что, ну, это здорово, что всегда есть что-то новое, что-то нужно изучать. Даже помимо того, что в плане теоретической части дали вы. А вот такой вопрос. Вы, конечно, немножко такой испорченный техническим бэкграундом человек. А если бы, например, есть у вас там жена, девушка? Нет, нет, жены еще нет пока. Ну, девушка есть. Вот какая-то совершенно не техническая девушка какая-нибудь. Дело в том, что тогда, на тот момент, я был в отношениях с девушкой как раз тоже с IT-сферой. А, не повезло. Ну, хорошо, ладно. Вот, допустим, девушка с гуманитарным образованием, не знаю, там, переводчица с французского. Ну, такая, знаете, как современные девушки, они все там с девайсами бегают, там у них там, они все такие технократические, в общем-то. А может человек такой, грубо говоря, так, развитый мозгами, но не сугубо технический. Это подъемно? Я думаю, что вполне, потому что на первых порах тем более, потому что особенно проще будет тем людям, у которых хороший английский. И не только английский, я думаю, немецкий тоже. Потому что зачастую, если фирма серьезная, у нее будут иностранные заказчики. И, соответственно, документация будет на английском языке, в том числе вот у меня документация тоже на английском языке на работе. Соответственно, будет очень хорошим таким бэкграундом именно в первую очередь знания языков. А если говорить вообще в целом о том, имеет человек бэкграунд или нет, я думаю, не имеет большого значения, если человек действительно зажегся. То есть вполне подъемно будет человеку выучить какие-то теоретические основы, если, конечно, будет большое желание. Это вполне реально и все должно получиться. Ну, хорошо. А вот вы сейчас ручное тестирование занимаетесь, или у вас автоматизация есть, или где-то она на подходе, может быть, ожидается? Ну, насчет ожидается, пока еще я с тест-лидером не обсуждал такие моменты, но мы функциональное тестирование ручное занимаемся. А вот такой вопрос. С точки зрения, вот, ну, как сказать, позолочения ручки, сравнивая с тем, что происходит в городе, где вы живете, я понимаю, что в Москве там одни цены, там, может быть, и в райцентре другие, но конкретно у вас, там областной центр, да, там миллионный город, а сколько примерно люди получают так на круг, вот, средняя зарплата какая-то по городу? Ох, средняя зарплата, ну, я думаю, в рублях, да? Не-не, да, это в долларах уже. В долларах? Да, так меньше-меньше будет, так как сумма легче оперировать. Я думаю, в среднем, ну, с учетом курса, как вы знаете, что сейчас падение рубля, ну, что рубль сейчас, что доллар сейчас 60 с чем-то рублей стоит, поэтому порядка, я думаю, 500 долларов – это средняя зарплата. Ну, неплохо, я знаю, есть места, где, там, вот, например, 300, там, в среднем, ну, хорошо, 500 долларов, в среднем. С точки зрения начинающего, там, тестера, вот, вы были в разных местах, мы с разными компаниями разговаривали, я не спрашиваю, там, сколько вам положили, но, вот, с точки зрения рынка, который в городе есть, вот, на что может рассчитывать такой начинающий тестировщик, совсем начинающий? Ну, что меня удивило, на первых порах человек может уже, я думаю, близко к средней заработной плате получать в своем городе. Так, то есть, скажем, 400, 500 – нормально? Да, да, я думаю, вполне, потому что направление интересно, если это компания еще хорошая, то вполне, вполне. Такой вопрос, вы, когда уже там внутри оказались, может быть, вы знаете немножко, так сказать, из истории вашей позиции, много ли у них было желающих, из какого количества они отбирали, там, была ли какая-то серьезная конкуренция, или вообще что-то такое вот. То есть, грубо говоря, если компания хочет взять начинающего, насколько это сложно, адекватного человека найти, или, наоборот, толпа, там, вполне приличных людей. То есть, я просто подозреваю, что многие не знают, что есть такая профессия, они просто даже не обратятся со своим резюме. Я думаю, что да, многие не в курсе, что такая профессия существует, вот, вообще, но хорошие тестировщики, я думаю, есть. Все-таки в Воронеже, единственное, что, наверное, не смогу на ваши вопросы ответить как-то, не успею еще поинтересоваться. Хорошо, давайте так, тестировщик, с точки зрения прогрессирования его зарплаты, ну, начинающий, мы поняли, там, 400-500, там, тем более, компания хорошая. А если он уже, допустим, там, mid-level, senior, там, lead, вот, какая примерно, там, у них вилка, что зарабатывает? Думаю, от компании зависит, опять-таки, но если говорить именно по деньгам, так, примерно, в долларах, в долларах, в долларах, это, наверное, будет... Прям, если брать серьезные компании, хорошие там порядка, наверное, ну, по крайней мере, я даже видел на самом сайте объявлений, в сайте вакансий, предлагали, я так полагаю, это как раз для mid-level и для senior, 650-1200 долларов. То есть, вот такой разброс был указан, одна из компаний так указала. Остальные как-то скрывают именно, то есть, пишут зарплату не указанная, такая тенденция. Поэтому, вот, то, что видел конкретно в одной из компаний, довольно-таки хорошая компания, слышал о ней, у них так написано. А вот с точки зрения, как бы, физического перемещения, там, по карте, если смотреть, вот, я понимаю, город, миллионник, там, туда-сюда, все отлично. Ну, может быть, там есть даже 10 компаний, может быть, даже 15, где можно работать. А нет вот такой мысли, что, наверное, придется куда-нибудь перебираться, в Москву, в Питер, там, чтобы уже, ну, куда-то, вот, уже совсем там расти хорошо? Пока, честно говоря, не думал об этом, потому что, ну, очень нравится, во-первых, компания, повезло очень с руководителем по тестированию. Да, потому что, ну, я так полагаю, человек увидел, что у меня большое желание, мои горящие глаза. Это дорого стоит, конечно. И дает материалы какие-то, я так понимаю, свои, может быть, те, что от компании уже сформированы, и, так скажем, помогает расти, поэтому я даже пока не думал, пока хочется состояться на этом месте, в этой компании, а дальше уже будет видно. Я не имел в виду уж так, прям завтра, а я так, как-то в отдаленной перспективе. Можно, можно так сказать, вот, с вашей, как бы, колокольни, можно так сказать, что, когда ты работаешь в айтишной компании, там, где люди, там, не знаю, программируют, тестируют, там, где-то. Вот, как бы, атмосфера айтишная, она такая более, ну, как сказать, располагающая, гуманная, более человечная, добрая, чем, например, где-то там в каких-то других, может быть, областях, там, я не знаю. Ну, я не говорю, там, про торговлю капустой в овощном ларке, но, ну, просто я вижу, например, даже в Соединенных Штатах, например, атмосфера отличается. То есть, они более добрые, там, более, как сказать, терпеливые, толерантные, вот, как-то так, можно сказать. Как у вас с этим делом? У меня не было опыта именно работы в официальных компаниях, которые не с айти связаны, поэтому сказать сложно, но даже если сравнивать, даже если не сравнивать, а указать такой момент. Во-первых, условия труда располагающие тем, что зачастую это удобный, гибкий график. Можно начинать свой рабочий день не в восемь утра, ну, то есть, ты встаешь в восемь утра, то, естественно, как-то уже настроение не... Да, да, я вас понимаю, да? Как я вас понимаю? Так. Вот, поэтому, если это удобный график, уже люди, мне кажется, добрее от этого, поэтому у нас все очень по-доброму. Хорошо. И на позитиве. Я думаю, это немалую роль играет тоже. В том числе, есть во многих компаниях, в том числе у нас, ну, я пока, наверное, в том числе, потому что молодой сотрудник, я и не спрашиваю, но есть возможность работать из дома. И я знаю, сотрудники работают из дома удаленно. То есть, и в том числе, если есть какая-то необходимость остаться дома, я разговаривал по этому поводу, то там несколько раз в месяц даже мне разрешать, ну, например, пришел водопроводчик, чтобы мне не ехать с работы, там, что-то там, не тратить свое рабочее время. Я могу остаться дома, работать удаленно, человек пришел, отвлекся. Чем выше уровень вашей квалификации со временем будет, да, тем охотнее они будут говорить, конечно, посиди дома, или там, вы видите, хочу вот там бабушку навестить, там, в Владивостоке. Сын, конечно, езжай, будешь удаленно там подключаться и так далее. Да, это, да, это как бы фишка, она приходит особенно с опытом. Ну, что же, хорошо. А вот, я не знаю, вам интересуются ли ваши родители, там, они вам говорят, что-то, что это ты вдруг вот там поменял, или что это такое? Ну, я сразу сказал, что это намного более интересно, мне нравится, это то, куда действительно будет хотеться ходить. Мои родители, они далеки на самом деле от IT-сферы, поэтому им было сложно объяснить, ну, я как мог простыми словами рассказал, поддержали. Отлично, отлично. Ну, что же, я так думаю, если у вас какие-то незакрытые темы. Слушайте, так у меня же личный интерес, а вот там люди у вас работают в этом коллективе, там, тестируют, они про нас, они знают, что вот есть там портов, компьютер-склуб какая-то? Ну, я так разговаривал, я как-то говорю, мне говорили некоторые, что да, слышали, но я вот даже недавно, я вот похвастаюсь, наверное, таким моментом. Вы как-то приглашали ваших учеников провести один из уроков, касаемых тестирования API. Да, вы, ребята, да. Очень это помогло, потому что мне доверили, вообще-то очень нравится, что какие-то моменты уже доверяют. У нас просто тоже есть отчасти от тестирования API, веб-API. Это у вас веб-приложения там, да? Да, ну, у нас там целый комплекс приложений, один из них, да, веб-приложения в том числе. И мне поручили составить документацию, ну, на русском, вкратце, что это, фундаментальные основы, и как это ложится на нас, как на QA-team. То есть вы готовили презентацию такую? Ну, не презентация, а в Word-документ очень помогло, потому что я стал серчить, ну, искать в интернете какую-то информацию, вспомнил, что был такой замечательный урок у вас, нашел видео, и вот прям, ну, это квинтэссенция. То есть там способом было, да, или не то, что там без языков программирования? Там без языков программирования, да, там общие концепции, но, в принципе, это как раз нужно было, основной целью, чтобы был такой документ. Вы не представляете, как у меня студенты вот тащатся именно с этого момента, потому что, во-первых, ты залезаешь куда-то, что не видно глазом пользователям. Во-вторых, количество ошибок, которые там, оно просто зашкаливающее. То есть, когда до них доходит, на каких соплях все это склепано, и как много там ошибок, и они могут прийти и их найти, то есть вот этому их переполнению радостному нет предела. Так что, да, это хорошая штука. К слову сказать, вот у нас ребята-разработчики молодцы, поэтому там не так все плохо. Ну, когда начинающий, ему кажется, что он придет, и все такое идеальненькое, понимаете? А когда туда руки запустишь, и, конечно, когда девелоперы молодцы, и у них тоже там находятся, потому что у них же фокус другой, понимаете? Это все-таки люди-созидатели. Вот, они копают эту свою траншею яростно, а вы там сзади ходите, там сантиметром, и тут немножко, тут немножко. Они не могут тут же и мерить, там они уже рубят там свою... Это и есть это. Главное, чтобы было понимание между этими и теми. Есть тестеры, которые, знаете, у них такое ощущение, что они главные. И вот, а это там, на побегушках у них там этот программист. То есть они не чувствуют себя людьми, которые помогают программисту, они чувствуют себя людьми, которых обслуживают программисты, чтобы им было приятно. Ну, если работать в команде, то, конечно, это другое. Это прям здорово, когда именно команды друг друга уважают, налажено все такое, это прям классно. Ну, и опять-таки, это к вопросу о том, о чем вы говорили, о атмосфере в коллективе. Конечно, конечно. У нас, например, есть такие, скажем так, этнические группы, которые не любят делиться информацией. Вот ты там спросишь что-то, пришел на работу, спрашиваешь, а они тебе не говорят. Так, как-то так, уклоняются от ответа. Есть люди, которые любят это со мной, поделиться. Вот, сейчас я тебе расскажу, да, другие. А есть такие, что они так уходят, типа, там, я теперь, ты давай сам разбирайся. Такие тоже есть. Портят атмосферу, реально портят. Вот, но, нет, у нас так, ну, в целом ничего, конечно, у нас. У нас в целом, я хочу сказать, что, понимаете, когда эмигрант, и он попадает в какую-то среду непривычную, и от уровня образования, интеллекта, сложности работы, соответственно, взаимоотношений и так далее, очень сильно зависит, хорошее у тебя настроение или плохое. Поэтому вам проще немножко, потому что вы находитесь в какой-то среде, и вы не меняете этот пласт, да, вот, вам не нужно начинать там с грузчика. То есть вы уже здесь. Вот, поэтому я хочу сказать, что люди, которые в эмиграции, они больше склонны ценить вот эти прелести, которые открываются в IT, потому что вроде из IT проще, чем, скажем, вот, тестирование, из IT проще, чем программирование. И вроде так, так, вроде все с образованием, так, зашли и думают, боже, как комфортно. У нас, например, редко люди уходят из тестирования. Бывает. Там кто-то выйдет в девопсы, кто-то выйдет в программирование, кто-то там в project management, но это может быть 10%. А 90, да, они вот попали в тестирование, и они там вот так плавненько идут, им очень нравится, получают удовольствие. Это неудивительно, да, вы тогда еще говорили, что это просто обширная сфера с многими ответвлениями, это очень интересно, я до сих пор думаю, сколько мне еще придется узнать. Это процесс такой непрерывный, то есть там все время, а технологии как меняются, понимаете, даже невозможно. Я когда начинал, господи, 92-й год был, понимаете, ну да, вы тогда еще только родились, что ли, еще не родились, но не суть. Я сейчас сказать кому-то, никто не поймет, о чем речь, там Windows 3.1, знаете, там на моих глазах в 95-м году появилось Windows 95, вот это вот в августе было дело, и очереди стояли у магазинов, знаете, там ворваться и купить эту коробку в тот день. Кого сейчас интересует там что-то под Windows, там последние 20 лет, ну в общем интересно, динамика невероятная, то есть все время что-то, в этом плюс профессии, потому что, скажем, лет через 5, там, ну через 3-4-5, уже не так важно, что ты раньше делал. Понимаете, допустим, если он на Java программировал, он может быть уже 20 лет на ней программировал, а вот если он там в каких-то технологиях там текущих, вот тут и там, так уже что, 3-5 лет уже другое все. Поэтому начинающему проще, то есть у меня 3-4 года, он уже целый король, потому что тот, у которого 20 лет, да, а что вот он, он те же 3-4 года вот с этим работает, при том, что он старше тебя на 20 лет, соответственно у него уже скорость усвоения не та, и там, ну как бы возрастной начинает. Поэтому такая специфика, классно. Ну что же, давайте, я что сделал, я от имени наших зрителей, вот, пожелаю вам развиваться в этом направлении, и самое главное удовольствие получать, то есть как только пропадет удовольствие, значит ищите, где удовольствие есть, потому что ходить каждый день на работу без удовольствия, это что-то, не для того мы на свет пришли, да, как у меня был один студент, он, его, как это ни слова, автоматизированное тестирование, автоматическое тестирование, хотя он не то, чтобы у него получалось, но он считал, что он должен быть там. И, значит, когда ему там, ну сотрудница наша говорит, вот там есть практика в компании, он говорит, ну это ручное тестирование, я говорю, да, и он говорит, не для того меня мама рожала, сказал, вот, чтобы я вручную тестировал, вот, я так обобщаю, я могу сказать, что не для того нас там мамы рожали, чтобы мы без радости там на работу ходили и вообще жили там, и было нам плохо. Хорошо, ладно, спасибо большое. Я в таком случае хотел бы, наверное, спасибо сказать, если позволят мне ваши ученики, какой вы вклад, ну, не знаю, как всем, вот мне точно, какой огромный вклад получил, вот, какой огромный толчок для того, чтобы начать двигаться в этой сфере, потому что, ну, действительно огромное, прям большое вам человеческое спасибо, вот. Вот, я думаю, ваши ученики меня тоже поддержат. Я хочу прокомментировать, дело в том, что ученик и учитель, они друг друга все время ищут, то есть не только ученик хочет найти учителя, но и учитель хочет уничтеника найти. Ну что ж ты вот говоришь-говоришь, а они там это смс-ки, понимаете, ну кому же так, что за радость такая. Поэтому это такой взаимный очень процесс, нет ученика без учителя, нет учителя без ученика, и я как бы тоже ужасно радуюсь, когда я вижу, что, знаете, что вы сделали, вы взяли какой-то материал, который лежит, и который могут взять миллионы, ну миллионы, может быть, не знают об этом, но какие-то тысячи знают. Вот если вы посмотрите, там 20 уроков, да, в последнем курсе, если вы посмотрите количество просмотров на первом уроке, ну я от балды, пусть там будет, не знаю, 50 тысяч, так, и посмотрите на последнем, ну хорошо, если там будет 600. Понимаете? Поэтому это же сделать еще надо. Один человек говорит, хорошо, что вот я там нашел что-то, а другой говорит, слава богу, что меня нашли, я же делал, чтобы кто-то нашел. Поэтому это такой очень взаимообогащающий такой процесс. Хорошо, давайте мы так рукой там помашем всем ребятам, скажем, пока. Счастливо. Продолжение следует...